На сегодняшний день в Тверском онкологическом диспансере стоят на учете около 56 тысяч человек. Чаще всего злокачественные новообразования находят в легком органах желудочно-кишечного тракта молочной железе у женщин. С каждым годом число заболевших раком увеличивается, отмечают тверские онкологи. И такая тенденция характерна для всего мира. Эта заболеваемость растет и по данным Всемирной организации здравоохранения будет превышать на 20-30% по сравнению с теми результатами, которые есть к 2020 году. Это связано с постарением населения. Но как растет заболеваемость, так и совершенствуются методы борьбы с ней. С 2013 года Тверской онкодиспансер реализует мероприятие по национальной онкологической программе. Это уже позволило оснастить учреждение инновационным оборудованием. Практически с нуля было построено радиологическое отделение и блок лучевой терапии. Позволили создать несколько иной формат оказания онкологической помощи нашим пациентам. И на настоящий момент онкологический диспансер является одним из современных лечебных учреждений. Однако одного оборудования для пользы дела мало. В этом вопросе в приоритете специалисты, которым на нем работать. Одним из способов повышения уровня профессионального мастерства являются научно-практические конференции. Как, например, та, которая на данный момент проходит в онкологическом диспансере. Сюда приехал большой десант врачей из института имени Герцена. В программе предусмотрены доклады, круглый стол и, что особенно важно, хирургические мастер-классы. За два дня работы конференции планируется, что лучшие онкологи страны проведут шесть операций. Ассистировать им будут тверские врачи. Мы надеемся, что они будут полезны нашим врачам, практикующим, которые смогут подчеркнуть новые знания, увидеть новые принципы лечения онкобольных и самые современные технологии. В подобных мероприятиях главное – это обмен опыта. Та работа, которая успешно ведется в федеральных клиниках, может вестись и в Тверской области. Это касается в первую очередь выявления заболевания на ранних стадиях. Например, по молочной железе при ранних стадиях мы спасаем 95% жизни этих женщин, это спасенные матери, бабушки и так далее. Поэтому необходимо менять менталитет населения с вашей помощью, в том числе о ранней диагностике, говорить о том, что при выявлении на ранних стадиях что-то можно сделать, можно сделать качественно и помочь очень хорошо по многим локализациям. И сейчас мы говорим о том, что рак – это хроническая болезнь, с которой можно жить.